МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зеленые человечки в Крыму – русские военнослужащие. Президент России Владимир Путин впервые признал этот факт публично. По его словам, референдум в Крыму должен был пройти свободно и честно. В тот момент на полуострове находились десятки тысяч военных и сотни единиц оружия, которое не должно было попасть в руки радикалов. Поэтому свободное волеизъявление крымчан помогали обеспечивать российские солдаты. Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но хорошо вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Трое убитых и 13 раненых. Кто стрелял в Мариуполе? В 9 вечера около воинской части Национальной гвардии собрались несколько сотен человек в бронежилетах и масках. Они требовали выйти на переговоры и сдать оружие. Когда военные отказались, пошли на штурм. Подробности ночных столкновений в Мариуполе в сюжете нашего корреспондента. Никто не вышел. Сепаратисты перешли к решительным действиям. Начался штурм воинской части. В 10 выстрелили первые сигнальные ракеты и раздались очереди, похожие на автоматные. Сами нападавшие утверждают. Против них использовали целый арсенал. Автоматы, калашники, пулеметы. Автоматические. Петарды огнестрельные и травматические. И газ. И газ. Светошумовые, петарды огнестрельные и травматические. Все было, все было. Кто первым стрелял на поражение, гвардейцы или атакующие, непонятно. На место происшествия приехали несколько подразделений милиции и спецназ. Информация о погибших и раненых появилась только утром. По предварительным данным, в результате ночных стычек были убиты 3 человека, 13 ранены, 63 задержаны. Дарья Степаненко, Первый городской. Нашли виноватых. Если Евромайдан в сложной ситуации в стране обвиняет Россию, то Антимайдан Европу. Активисты Куликова поля собрались у польского консульства выразить свое возмущение. Как это было, расскажет Ксения Ноздрова. Кровавая демократия. Так Антимайдан называет позицию Польши по отношению к Украине. Консулам вину поставили то, что их государство якобы не соблюдает соглашение у 21 февраля. В стране гибнут люди. Антимайдан принес траурные ленты, винты и гвоздики. Поляки с невозмутимыми лицами готовы были их принять. Только вот решетки консульства слишком узкие. Также дипломатам вручили перечеркнутый Красным Крестом текст соглашения. Вы его знаете, но мы вам хотим его передать, чтобы вы помнили о том, что... Представитель Польши тоже был о том, что не выдержаны те законы, которые приняли и пустили сегодня Украину в ту ситуацию, которая происходит на Юго-Востоке. И снова Антимайдан требует освободиться у его лидера Антона Давиченко. Его мать готова спорить с каждым, кто скажет плохое про ее мальчика. Да и вообще любой, кто не согласен с активистами, провокатор и предатель родины. На моего дома! Брэхунки! Брэхунки! Заткнили сюда! Да, убийства! Идут убийства от мирных жителей на Донбассе. Почему вы поддерживаете? Скажите, пожалуйста. Заткнили сюда за все. Пикет консульства Польши стал превращаться в площадку политических споров активистов и прохожих. Это моя одесса! Россия, письмо! Кому билет купить? Билет купить? Билет купить? За нарушение тишины. Видите ли, он громче всех шумел. За происходящим с высоты третьего этажа невозмутимо наблюдает польский консул. Ему еще надпись с асфальта стирать и снимать с траурной ленточки. Ксения Ноздрова, Первый городской. Ночной конфликт у двух столбов. К постовым самообороны Майдана, которые дежурят вместе с ГАИ, приехали три машины антимайдана. После продолжительной словесной перепалки началась перестрелка из травматического оружия. К счастью, пострадавших не оказалось. Одному из представителей антимайдана разбили стекла в машине. К активистам на блокпосту подтянулись единомышленники из правого сектора и самообороны Евромайдана. Около 50 человек. Полночи продежурили, ждали продолжения провокаций. Но все обошлось. Техника на военной базе в Чабанке нуждается в немедленном ремонте. Но ни у армии, ни у области на это средств нет. Выход нашли. Привлекли к работе на благо армии одесских предпринимателей. Где будут ремонтировать технику, расскажет вам Вадим Шпаченко. Более ста единиц техники на военной базе в Чабанке нуждаются в срочном плановом ремонте. На это участие нет ни денег, ни кадров. Количество специалистов недостаточно для того, чтобы качественно и быстро провести. Мы в состоянии, но для этого нужно более длительное время. Выход нашли в обл. администрации. Помочь с ремонтом техники попросили одесских транспортников. Большей части возьмут на себя наши предприниматели. Бюджет сегодня в весьма плачевном состоянии. Сегодня у нас нет другой задачи, как сохранить страну. Один из важнейших способов ее сохранить – это усилить боеспособность нашей армии. Усиливать боеспособность украинской армии возьмутся порядка полусотни предпринимателей. Большинство из них – участники областной ассоциации перевозчиков. Все между собой знакомы и работать в команде привыкли. В последнее время это предприятие специализируется на ремонте маршруток. Но на благо украинской армии готовы перепрофилироваться. Уже в ближайшее время этот цех примет военную технику. Формат не наш, но, допустим, военная техника, та же ходовая часть, те же малярные, рихтовочные. Работы все можно выполнять. Здесь, на месте, с нашими специалистами и с нашими возможностями. Тут шутят. Готовы взяться за все, кроме танков. Впрочем, гусеничную технику ремонтировать никто не просит. В основном речь идет о военных грузовиках. Восемь подъемников есть, семь канав, то есть есть моторный бокс. Готовы в полной мере в день до 15 единиц взять на себя. О том, что уже совсем скоро придется потрудиться на благо армии, местные специалисты узнают в процессе работы. Новость воспринимают патриотично. Армия, народ, все едино. Если надо помощь, поможем. Сейчас транспортники делят обязанности. Решают, кто и что будет ремонтировать. С началом работ обещают не медлить. Ведь в боеспособной армии область нуждается уже сейчас. Вадим Шпаченко, Евгений Руденко, Первый городской. В Одесском театре музыкальной комедии сегодня празднует свой юбилей образцовый художественный коллектив «Ансамбль танца детства». Там находится наш корреспондент Дарья Степаненко. Даша, вы на связи со студией. Расскажите, как начинается праздник? Добрый вечер, Антон. Сейчас мы с вами находимся в холле театра «Музкомедия». И буквально через несколько минут нас ожидает масштабное действие, посвященное 35-летию известного не только в Одессе, но наверняка и по всей Украине танцевального ансамбля детства. Говорят о том, что сегодня на сцене выступят 650 человек. Я уверена в том, что такие масштабные мероприятия в Одессе проводятся нечасто. И сейчас в холле достаточно оживленная атмосфера, и все фотографируют человека, который находится рядом со мной. Это Ефим Коган, бессменный хореограф и художественный руководитель ансамбля уже в течение многих и многих лет. Ефим, расскажите, как будет проводиться сегодня концерт? Сегодня большой праздник. Я хочу повториться, что сегодня большой праздник. Сегодня 35 лет. Сегодня основание ансамбля «Танца детства», детского коллектива. Сегодня будет большой концерт, будет поздравление наших властей. Им очень приятно, что сегодня здесь присутствует и губернатор, и мэр, и председатель облсовета, и наш человек, благодаря которому сегодня этот праздник состоялся. Это Сергей Рафаилович Гриневецкий. Мы очень благодарны им за то, что они здесь, за то, что сегодня этот праздник состоялся. Скажите, а сколько сейчас человек насчитывает ансамбль и в какой возрастной категории? Сегодня в нашем городском центре хореографического искусства занимается 840 детей. Сегодня на сцене будут выступать 650 детей. Это очень большое количество. Надеемся, что этот концерт понравится. Мы очень нервничаем, переживаем, но надеемся, что все пройдет хорошо. Ефим, спасибо вам большое. Мы также надеемся на то, что концертная программа пройдет замечательно, и одесситы увидят просто незабываемое зрелище сегодня вечером. Антон? Спасибо вам, Дарья. Это был наш корреспондент Дарья Степаненко. Она находится в Театре Музкомедии. Ну что ж, наш выпуск на сегодня закончен. Вернее, на этот час. Это было время Одессы на Первом городском. О событиях вам рассказывали наши корреспонденты и я, Антон Равицкий. Следующий выпуск вы сможете посмотреть в 19.00. Оставайтесь с главным каналом Одессы. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!